2022 год был не очень удачным. С самого начала года, в феврале, практически месяц провалялся в больнице. И потом весь год очень часто много болел. Не знаю, то ли грипп, то ли еще что. То в августе, то осенью, то перед Новым годом свалился. В общем, неудачный год был. Много заказов отменял, переносил. И в итоге даже в конце Нового года на последнем заказе потерял экшн-камеру. Ну, как потерял, забыл на объекте. Там был отделочник еще после моего ухода. Должны были прийти там потолочники, электрики, еще кто-то. В общем, вспомнил только на следующий день. Позвонил этому отделочнику. Он подошел, посмотрел, говорит, на окошке ничего нету. В общем, и дальше камера ушла. Были еще пару заказов. Там было довольно-таки темно. На телефон снимать я не стал. Вот один-единственный заказ, который более-менее посветлее был. Я снял на телефон. Ну, честно сказать, хрень полная. И снова здравствуйте. Подставьте. Заехал в очередной объект. Нового года это второй объект. Пока работаю на расслабоне. Сегодня у меня три дверьки. Дверьки Марио Риоли. Были петли бабочки. Заменили на Морелли. Единственное, что только не универсальные петли взяли. Замки уже врезаны. Я рекомендовал купить магнитные, но решили заказчики оставить эти же замки. На двух дверях есть небольшие косячки. Не знаю, видно. Так, сейчас сфокусируемся. Вот царапинка. И здесь на этой двери с той стороны есть маленькая-маленькая, тоненькая царапинка. Не знаю, от чего. Коробки вроде ровные, верхушки уже половинчатые. Я до Нового года приезжал сюда на замер. Проемы высокие. 209-210, то есть наличники не перекрывают. Сказал, чтобы опустили. 207. Ну, отделочники еще огонь не наклеили. Не знаю, как будем с этим решать. Проемы русские. 76 сантиметров всего лишь. Но коробки тоже узенькие, тоненькие. Так что двери должны влезть. Здесь я просил расширить проем, потому что отсюда и до этого края было 75 вообще. Я просил снять вот этот шип и срезать плитку. Но почему-то взяли и срезали на этой стене. Короче, сделали вот такую подножку. Зачем? Не понимаю. Когда человек просит сделать здесь расширить, расширяет почему-то здесь. У нас здесь точно так же вешний наличник не перекроет. Блин. Столи бы меня ждать. Мы тогда поставим двери еще другого года. Все равно сейчас вот это вот все счищать, сбивать надо, блин, и отрезать. Почему заказчики не слушают нас? Говоришь, обрез дело, тянуть совершенно другое. Ладно, погнали. Выставил три двери, уже запенил. Сейчас выставил третью. Закрою, запеню ее и домой отдыхать. Завтра наличники, допоры и наличники с обратной стороны. Закончен очередной рабочий день. На улице прекрасная погода. Сегодня у нас плюс 6 градусов. Сегодня у нас старый Новый год. Видео выйдет намного позже. Закончен монтаж. Пойдемте посмотрим, что же получилось. Наличник не перекрывает сверху. Всего одна дверь, я наличник перекрыл. Ну и, в самом деле, тоже так. Здесь я не перекрыл наличник. Только здесь лезу, кое-какие льеры. Два миллиметра перекрыл плиткой. Заказчики пришли, посмотрели. Все отлично, все шикарно. Ох, ах, все красиво. В общем, все классно. А теперь можно и по мороженку. Погнали. Лайки, комментарии, ну вы знаете. Там внизу. Короче, на телефон снимать в помещении полный хрень. Да, ну можно там что-то близко снимать, на общий план, на общие видео, на телефон снимать херня полный. Это или покупать iPhone 12, 12 Pro, ну выше 12, выше чем 12, либо брать другую экшн-камеру. Вот сейчас промониторил рынок и в итоге, что нашел две камеры. Одна чуть похожа, другая чуть получше, но снимает все обе одинаково. Самый прикол, что их нет практически ни в одном магазине. В одном магазине всего лишь я нашел, где есть в наличии. В связи с войной их к нам не завозят в Россию. Да и Sony прекратил выпуск. Они ожидают крутой какую-то камеру выпуска. Но это еще неизвестно, когда будет в этом году, в следующем или когда, и вообще привезут ли к нам. Поэтому есть только в одном магазине. Одна камера стоит 17 тысяч, другая стоит 27 тысяч. Ну 27 тысяч я сейчас пока не потяну. Поэтому если кто желает подможь материально, можете по номеру телефона, вот здесь номер телефона будет перевести на мою Тинькофф карту материальную поддержку. Либо покупать бы уж, но на авито было много, так как YouTube не монетизирует сейчас видео. Многие блогеры начали сливать свои камеры. Не знаю, я посмотрю. Подожду дней 10. И потом уже буду принимать решение покупать камеру. Либо в БУ, либо с вашей помощью, может быть, возьму хорошую камеру. Есть желание немножко разнообразить формат видео. В общем, все будет скоро. Лайки, комментарии, ну вы знаете где. Там внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вам субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры explicал DimaTorzok Продолжение следует...